дорогие зрители всем большой привет если долгого отсутствия сегодня видео будет о нашей кухне которую мы покупали несколько лет назад в магазине лимана про хотела сказать сейчас лимана про ранее леруа мерлен и хочу дать об этой кухне свой отзыв не эта кухня установлена у нас на даче дачный домик также дам советы как снизить стоимость кухни буду с вами делиться почему и как я сделана кухня но не забывайте о том что каждая хозяйка кухню проектирует под себя то есть вам нужно определиться что в каждом ящичке в каждом шкафчике у вас будет стоять для чего вам это какая вам рабочая поверхность нужно хватит ли вам 60 или 80 сантиметров для того чтобы вы готовили также учитывает нужно много вы готовите мало вы готовите будет посудомойка не будет посудомойка ну в общем вы понимаете да потому что у каждой хозяйки в каждом доме разные запросы в общем если вам друзья это видео интересно продолжайте смотреть и поехали друзья хочу с вами поделиться предыстория вообще почему я решила снять это видео все потому что буквально две недели назад назад мы с мужем заезжали в лимана про и решили посчитать кухню для однокомнатной квартиры в общем там был один такой проект у меня для учебы и нужно было посчитать кухню я придумала себе кухню и поехала в леруа мерлин так как считает она такая самая недорогая и доступная доступный магазин где можно заказать неплохую на мой взгляд кухню так вот кухня в лимана про г-образная вышла в 350 тысяч но в 350 тысяч она вышла вместе с техникой но у техника я бы сказала что такая средняя может быть даже эконом сегмента то есть не супер какая-то там дорогая вот и у меня честно говоря был шок что почему так дорого в общем я всем рассказала о том что почему такие цены в леруа мерлин в лимана про потому что вот мы вот эту кухню заказывали почти такой буквой п за 100 тысяч рублей у нас здесь еще два верхних ящичка я думаю блин уже ли так цены выросли а нет друзья тайна кроится на самом деле в другом возможно там немножко выросли цены но еще большую роль играет какие вот эти нижние верхние шкафчики вы сделаете об этом я чуть попозже расскажу и сейчас с вами поделюсь вообще от чего я отталкивалась когда мы собирались вот заказывать кухню на нашу дачу значит самое главное одно из самых главных условий принципе наверно все самое главное чтобы была нормальная адекватная цена то есть максимум это 100 тысяч рублей не больше можно меньше возможно там на 10 тысяч можно было бы побольше но в общем я решила вот так вот я не хочу тратить большие деньги на кухню дальше обязательно где где вот здесь мойка возле окна это моя вторая мойка возле окна у нас раньше была двухкомнатная квартира кстати обзор кухни с этой двухкомнатной квартире есть на моем канале и мы там делали столешницу своими руками самое просматриваемое видео поэтому если вдруг вам интересно заходите смотрите старенькое старенькое видео вот точно такую же мойку и киевскую я сделала здесь мне нравятся мойки возле окна но это только мои предпочтения вы можете любить по-другому и каждый на это имеет право ну и конечно у нас было уже посудомойка 45 нужно было ее также куда-то строить также нужно было поставить куда-то микроволновку она у нас уже была с предыдущей квартиры то есть не встроенная а встроенная вы знаете что вся встроенная такая техника она намного дороже стоит поэтому вот нужно всегда при проектировании своей кухни учитывать что у вас есть уже что нужно докупить чего вы хотите какая у вас сумма вот на самом деле очень много мелочей но их нужно собрать вместе и тогда у вас получится идеальное идеальное решение идеальный проект в вашей кухне у нас на этой кухне уже был холодильник также микроволновка посудомоечная машинка а вот уже плиту и духовку мы покупали под эту кухню и кстати буквально недавно я узнала о том что есть золотой треугольник рабочий треугольник кухни и какое было мое удивление то что мы на этой кухне оказывается этот треугольник сделали то есть дорогие друзья для того чтобы хозяюшкам было удобно передвигаться на кухне так как мы так много всего делаем и чтоб немного правильно организовать рабочую зону на кухне есть золотой или рабочий треугольник то есть тогда когда вы открывая холодильник достаете продукты дальше переносите их в мойку да или рядом кладете на столешницу моете шинкуете и дальше уже готовить то есть холодильник мойка плита конечно же этот треугольник работает не только на г-образную либо п-образную кухню либо когда кухня друг напротив друга до столешницы находится также этот треугольник действует и просто на прямой кухне также вот представьте она здесь прямая здесь у вас холодильник мойка плита это конечно же в идеале но если у вас не получается особенно на маленькой кухне соблюдать этот треугольник но ничего страшного как маленькой кухне принципе на табуретке можно сидеть и руками все доставать до из холодильника тут раковина тут ты сидишь на табуреточки готовишь ну я думаю что у кого есть или были маленькие кухни знают об этом и давайте перейдем к тому что принципе наша кухня молодая ей всего лишь три года и вы знаете мы на самом деле ей очень довольны и внизу вы видите наверху у нас глянцевые фасады я всегда раньше боялась глянцевых фасадов но вы знаете я осталась довольна у меня дома в квартире матовые и они намного быстрее пачкается чем вот эти вот глянцевая хотя я думаю что еще очень важно какой цвет вы подберете потому что на например на какой-нибудь черной глянцевой поверхности конечно будет очень сильно видно а если это бежевый цвет либо вот белый либо какой-то серый то загрязнения будут видны намного намного меньше после того как я была в шоке от цены которую вот нам буквально недавно посчитали волерон мирлин я стала думать ну что же не так с той кухней а все на самом деле там все как надо и для того чтобы уменьшить стоимость кухни просто-напросто делайте самые обычные вот такие вот полочки даст такой вот дверцы которая открывается потому что на той кухне я сделала именно выдвижные ящики а это дополнительная стоимость к выдвижным вот этим секциям там есть как бы подешевле подороже но я всегда считаю что на фурнитуре не стоит экономить и можно в леруа мерлин заказать хорошие выдвижные ящики с хорошей фурнитурой которая прослужит вам очень и очень долго и вы останетесь довольны давайте я сейчас зайду уже за кадр и вы будете слышать только мой голос а я буду уже эту кухню комментировать и рассказывать что сто процентов нужно делать а что не обязательно но опять же друзья всегда отталкиваясь здесь от той стоимости которая у вас есть но я считаю что недорогую кухню можно сделать красивой функциональной насколько это возможно до исходя из стоимости и можно сделать очень дорогую кухню но абсолютно бесполезной поэтому давайте дальше продолжим кстати если вы вдруг не знали почему мы еще в леруа мерлин заказали как секундочку у нас тут пассажир большим плюсом то что можно было эту кухню купить по частям то есть нам ее посчитали и потом когда нам нужно было покупать леруа мерлин от нас в ста километрах что в москву что в тульскую область находится поэтому доставка выходила достаточно дорого и мы решили что мы будем покупать эту кухню по частям но желательно выбирать коллекции которые идут на постоянной основе чтобы не было такого что вы приехали через месяц а все limano pro больше не производит эту кухню и так значит смотрите вот такая вот у нас кухня как я уже говорила у нас холодильник был можно было бы здесь добавить какой-то шкафчик но мы не стали его добавлять в принципе эта кухня до сих пор существует поэтому вот уже через три года даже можно ее до заказать сюда какой-нибудь шкафчик но мы пока не стали это делать также изначально я хотела помимо вот этих двух подвесных шкаф шкафов я хотела также здесь но когда мы установили полностью эту кухню я решила отказаться конкретно над на вот этой стене от подвесных шкафчиков потому что очень бы визуально уменьшилась кухня меньше воздуха скажем так было бы и я подумала что мне просто-напросто в них нечего было бы складывать и так как то я уже обзор делала но повторюсь еще кстати знаете от чего я отказалась я отказалась от того чтобы делать сушку для посуды потому что конкретно для меня она бесполезная у меня есть посудомоечная машинка вот кстати очень удобно открыв посудомойку когда она у вас постирала и сразу убрать вот в это место тарелки например вот второй шкафчик у нас какие-то чаи в общем такое грибы че кофе сахар хранится и как видите я не стала до потолка делать потому что я знаю что я просто туда не залезу и не буду там ну или буду что-то хранить но просто не часто пользоваться и сделали вот такие чтоб небольшие дверцы открывались так как это удобно чем одна большая но я думаю что вы понимаете так здесь у нас микроволновка здесь место где сушка посуды происходит которым мы вручную помыли вот здесь бутылочница честно вам скажу я ненавижу бутылочницы считаю что и они бесполезны но нам просто-напросто нужно было суда-то сюда что-то поставить и так как в леруа мерлен стандартные размеры ящичка то есть нужно было что-то для чего-то какой-то шкафчик сюда поставить можно было вот такой узенький сделать чтобы он открывался но мы решили бутылочницу поставить и здесь у меня хранятся какие-то моющие средства мусорные пакеты таблетки для посудомойки вот и очень удобно когда открываем посудомойку здесь же берем таблетки здесь же губки рядышком вот здесь мусорное ведро находится и здесь же пакеты для мусорного ведра вот кстати посмотрите мойку очень важно было сделать вот в этом месте то есть мы не могли ее посередине сделать так как не будет открываться окно поэтому мы сделали ее вот в этом месте и чтоб она вместе с окном смотрелось красиво нам пришлось ее вот так вот вырезать видите поэтому из всего всегда есть выход здесь она абсолютно для хранения не мешает и здесь в принципе тоже вот недавно то еще фильтр установили под раковину все остальные шкафчики у меня открываются вот так внизу кстати я не люблю когда открывается 2 небольших секции но вот люблю когда они такие сантиметров 50 или 40 45 до а вот здесь уже возле духовки и барочной панели я храню разные специи и масло вот ручки вот здесь видите бьются здесь не очень удобно но практически как-то это не замечаем все у нас петли с обязательно с доводчиками так самая моя любимая секция эта секция с ящиками это супер решение когда у меня будет следующая кухня и будет на нее деньги я обязательно все закажу только с ящиками потому что это друзья безумно удобно вы открываете и у вас все на ладони посмотрите ящик открывается полностью вот это тоже леруа мерлен и вот эта система которая открывается называется вот так вот очень удобно во втором ящике у нас хранятся бокалы и чашки почему именно здесь и я вам скажу что это на самом деле очень и очень удобно так как дети но еще маленькие невысокие им очень удобно открыть этот ящик взять чашку и налить себе например воды раньше чашки могли стоять в другом месте вот там и каждый раз они нас просили дайте чашку дайте чашку попить воды попить воды каждый раз ты это встаешь а так вот здесь хранить очень удобно и у нас кстати в двухкомнатной квартире была тоже вот такая выдвижная секция именно сушка для посуды рядом у нас знаете вот так вот мойка стояла да здесь стояла встроенная выдвижная секция сушилки для посуды и рядом посудомойка это тоже было очень удобно с посудомойки мы убирали сушку для посуды или с мойки тоже в сушку для посуды но это как вариант это тоже может быть не всем удобно но я считаю что сушка для посуды в ящике это очень удобная вещь но главное найти чтобы она была с доводчиками мягкое выдвижение это очень важно выдвижение что за слово такое так ну а здесь секция для столовых приборов поварешек и так далее всегда ставьте в такой ящик вот такую секцию которая полностью абсолютно полностью закрывает этот ящик потому что будут у вас вот в этих местах скапливаться грязь какие-то пробки еще что-то будет лежать поэтому всегда выбирайте секцию которая полностью будет закрывать ящик сейчас их очень много можно вырезать по размеру в общем это классная супер вещь вот так что на выдвижных ящиках сто процентов не стоит экономить потому что это безумно удобно кстати обратите внимание вот здесь у нас такая фальш панель стоит чтобы кухня такой вот однородный смотрелось потому что если бы здесь была внутренность то вы понимали внутри корпус белый вы можете его каким-то другим выбрать например дома он он у нас серый но если бы он здесь белый был или серый но не глянцевая было бы уже не так красиво вот мы до сих пор все не можем сделать вот этот вот цоколь но и ладно кстати цоколь тоже бывают разные обращайте внимание и не жалейте заказывайте хороший цоколь так друзья по поводу столешницы столешницу уже мы не в леруа мерлен заказывали а уже здесь в магазине также на место фартука мы придумали теплером прибить гибкое вот такое вот стекло каждый раз у меня спрошу как мы это сделали ничего особенного просто натянули по размеру отрезали степлером по краешку прибили в угол мы сделали алюминиевый уголок вот ну вот они степлер все прекрасно держится спрашивали насчет как вот здесь происходит готовка это все нормально если близко поставить большую кастрюлю она конечно нагревается но потом выпрямляется и все с вот этой поверхности нормально почему почему у нас нет плитки либо какой-нибудь вот такой вот дспшной панели здесь потому что слишком кухня была бы тяжелая и моя идея была в том чтобы показать что там за этой такой пленкой есть дерево поэтому решили пленку положить это очень очень бюджетное решение либо можно было бы заказать по размеру какой-нибудь стекло специально для плит да вот здесь такое отдельно даже в леруа мерлен продается мы подумали что если пленка не сработает тогда мы это стекло закажем но так как пленка работает честно мы никаких испарений не чувствуем поэтому пользуемся пленкой пленка есть и на вот этой стене и вот здесь вот так что вот так на здесь еще есть подсветка единственное мне не нравится то что она голубая и и надо не голубая на слишком белая холодная нужно поменять на теплый свет пленка очень хорошо это гибко стекло пленка очень хорошо моются мы брали у нас в местном магазине она достаточно такая тоненькая но вы уже смотрите в ваших местных магазинах и всегда как я вам уже говорила кухню делайте под своим желанием и то что вам нравится но а сверху над вот этой вот варочной панели над вот этой столешницей мы решили сделать такую вот деревянную полочку большую толстую такую это серёжа делал сам мы поехали на пилораму взяли вот такой вот спил он хорошо отшлифовал я попросила сохранить все вот эти вот скажем так изъяна для кого-то для меня наоборот это все подчеркивает красоту этого дерева видите вот здесь такое вот углубление и покрыли просто маслом конечно же на этой полочке сверху там на каких-то таких предметах скапливается жирную и периодически его мою это все быстро отмыть каким-нибудь шуманитом и все прекрасно здесь есть вещи как для декора например тыква и вот эта прекрасная гортензия также есть вещи которыми мы пользуемся постоянно например вот этой корзинкой эта корзинка для сбора ягод здесь соль чая хранится специи то есть мы этим всем пользуемся но есть какие-то вещи которые просто декоративные удобно ли мойка возле окна и настолько ли это важно для кого-то возможно нет для кого-то но нормальный и в уголке когда где-нибудь стоять и мыть эту посуду но мне нравится когда мойка возле окна здесь больше солнечного света попадает хотя это такая темная сторона вечером моешь посуду а у нас там очень классный закат к сожалению вот здесь ничего красивого за окном нет упирается это все забор но летом например малина растет и как бы не знаю я не пожалела что я мойку возле окна сделала мне это нравится иногда бывает вот здесь брызги да но это зависимости от того как моет то посуду но мне нравится и обязательно на каждой кухне у меня вот такая вот большая доска они кстати бывают продаются вот такие вот знаете немного как бы поменьше но надо брать прям широкую это очень широкую длину это очень удобно вы здесь нарезаете или например что-то вам из овощей не нужно можно просто в мойку убрать но по крайней мере я так делаю мне так удобно можно просто выбросить еще вот это вот доска деревянная она прекрасно закрывает раковину и можно раковину использовать тоже как рабочую зону но вот таким вот способом я просто пользовалась когда мы в двухкомнатной квартире жили если мы сидим например много набиралось грязной посуды я сначала складывала в раковину и потом вот чтоб такого как сейчас говорят визуального шума не было закрывала ее этой доской кстати вот это не очень удачная деревянная доска языке она у меня очень очень старенькая потом они выпустили именно из бамбука и она супер классно это не очень удачно потому что ее от влажности постоянно выкинает в разные стороны то есть если ее выгнула вот так то мне надо ее взять перевернуть ждать пока она выпрямит а вот с бамбуковой она мне уже много много лет и с ней такого не происходит хочу обратить внимание мы очень были удивлены когда мы эту кухню собирали собирали мы ее сами точнее сереже своими руками он был очень удивлен еще тогда три года назад что инструкция по сборке была очень понятно была очень похожа на инструкцию как в икее я думаю что те кто покупали мебель в икею в икее понимают что очень доступная инструкция и очень легко собирается это кухня поэтому если вдруг у вас нет возможности платить за сборку кухни то можно ее собрать самостоятельно вполне да вы не соберете ее за один день но может быть придется два дня потратить но зато вы сэкономите примерно 50 тысяч рублей а те кто люди говорят что денег нет возможно денег нет но как мне кажется что иногда можно выкрутиться из любой ситуации у многих я думаю что многие видели ролики когда люди сейчас перекрашивают свои кухни до снимает пленку ее можно перекрасить и кухня очень сильно преображается кто-то скажет да это совсем не то возможно не то но кухня станет чище кухня может стать ярче светлее симпатичнее и уже не напоминать кухни из 80 70 или 90-х годов поэтому творите друзья много вопросов по поводу кухни но по поводу вот этой пленки и если вдруг будут какие-то вопросы задавайте но не забывайте пожалуйста на youtube канале искать видео где я рассказываю про эту кухню когда мы и устанавливали есть видео видеоблоги да где мой вот по частям собираем эту кухню поэтому если у вас к примеру сейчас нету денежек полностью оплатить кухню и можно всегда пить по частям но узнавайте какие какие фасады уже давным давно продаются в леруа мерлин или например можно купить для начала корпус без фасадов а потом уже приобрести со временем фасады потому что фасады если не ошибаюсь если не считать фурнитуры выдвижных ящиков то это ну самое дорогое а вот как раз сами вот эти шкафчики корпус он не так уж и не такой уж и дорогой кстати не показала здесь внизу есть у меня еще такой достаточно глубокий ящик вот смотрите здесь есть такие штуки храню у меня помещаются в ящик но здесь также прекрасно можно хранить противень что тоже очень удобно кстати почему я это не храню потому что я помню что я специально заказывала чтобы там была такая глубина где я могу хранить противень ну-ка ну-ка сейчас мы с вами вот видите большая шумовка это для плова друзья ну здорово и у меня еще поместится все мои ложки товарошки огонь все смотрите еще у меня два таких есть это противень это такая форма но они у меня здесь хранятся друзья делитесь в комментариях если у вас кухня из леруа мерлен как она вам и конечно когда вдруг будете сравнивать не сравнивайте например кухни из мария например кухня мария и леруа мерлен это все-таки такой сегмент по дешевле чем кухня мария это насчет кухонь мария тоже могу наверное сомневаться пишите в любом случае свое мнение также делитесь хорошими фирмами а может даже не очень хорошими чтобы зрителей как-нибудь уберечь от ошибки например пишите ни в коем случае не покупайте в таком-то там магазине ни в коем случае не покупайте там но в любом случае у каждого свой опыт у нас например очень хороший опыт использования кухни в леруа мерлен он же лимана про и моей подруги стоит тоже кухня в квартире из леруа мерлен и она также ей очень довольна у верхние шкафы например такие прям высокие если вдруг у вас просто возникла вопрос ну таня ты же ей не так часто пользуешься этой кухне например летом и очень часто пользуемся уже там осенний зимний период конечно не так часто но тем не менее она постоянно в использовании я очень люблю готовить и кухню собственно говоря по назначению используя вот подруга она пользуется кухне постоянно и насколько мы приезжаем к ней я не слышу чтобы она на нее жаловалась и также на этом канале на youtube канале есть обзор ее кухни поэтому заходите смотрите и эти видео но мы с вами встретимся обязательно в новых видео если будут какие-то вопросы обязательно пишите и возможно я сниму отдельное видео может вы меня вдохновите на съемку нового видеоролика поэтому друзья жду ваши комментарии а мы с вами увидимся обязательно новых роликах до новых встреч и всем пока пока